Вы помните такое? Помните, была песенка довольно ироничная, зато мы делаем ракету, ракета и перекрыли Енисей. И также в области балета мы впереди планеты всей. Это правда? Мы были, вообще так, во-первых, были ли впереди планеты всей? Мы должны делать всегда сноску, когда вспоминаем эти строки. Мы впереди планеты всей в классическом балете. Нам нет равных и равных быть не может. По сей день? По сей день. Даже французы, создавшие балет? Да, они это потеряли. Мы это им вернули благодаря антропризе Дягилева, благодаря революции, когда отсюда сбежали действительно огромное количество талантов, не только в области балета, вообще. Мы вернули туда все. Но почему нам нет и быть не может равным? Потому что здесь учат танцу, вот целенаправленно эта система существует, с 1738 года. Анна Иоанновна подписала этот указ и создала это училище, понимаете? С этого момента. Вот мы восхищаемся с вами газоном в Англии. Да, его стригут 300 лет. Каждый день? Да. И нас воспитывают 300 лет. Эта система себя оправдала. Ну, выросло сколько гениальных артистов. Вот оно что. Да. В классическом поэте. В классическом поэте. И сегодня. Да. Но мы хотим убить это. Кто мы? Наше общество, потому что Министерство образования сейчас выпускает очень страшные законы, что все музыкальные, театральные, хореографические заведения должны быть, принимать бесконкурсно. Вот кто пришел, мы должны всех взять, учить с 15 лет, потому что это насилие над ребенком. Объяснить невозможно, что руку пианисту надо ставить с 5 лет, что ноги надо балетным ставить, ну, лучше, желательно, с 9 из 10 лет, да? Это, и сейчас идет большой скандал. Все деятели искусства уже написали письмо президенту, премьер-министру. Я написал лично письмо президенту, подписав, написав вообще, когда созданы все эти театральные училища. Значит, хоровое образование у нас уникальное только есть у нас и в Австрии. У нас 500 лет ему. Хореографическому образованию почти 300 лет. Драматическому театру, ну, вот образованию. Дело в том, что драматическое образование, оно вышло из нашей школы. Сначала нас всех вместе учили. Ну, оно 150 лет где-то существует, да? Но, если честно, побольше оно существует. И музыкальные все консерватории, им 200 лет. Но почему мы должны это уничтожить? Мы до сих пор не можем сделать... Не министерство образования, люди, которые никогда не играли на скрипке, не танцевали, не пели, должны нам диктовать, как учить детей, сколько часов. Это должны делать профессионалы, звезды, которые действительно играют, танцуют, поют на самых главных площадках мира. А наша страна вот этим может хвастаться, как никакая. Да? Если мы уже в Олимпиаде, просто нам стыдно говорить о наших результатах, то в искусстве мы еще действительно побеждаем всех вообще. Правда, мы рискуем Китаю скоро проиграть все. Но, к сожалению, пока мы не услышаны, Владимир Владимирович. Это очень большая проблема. Я выступал уже, ходил и в Министерство образования, я ходил на коллегию, когда была коллегия Министерства образования Минобраза, и даже ходил в Думу выступал. Но пока мы не услышаны. Я был как частное лицо, как артист. А что, просто игнорируют? Пока игнорируют. Вообще ничего не говорят? Пока не говорят. Не отвечают даже, да? Нет, да. Понимаете, нет, допустим... А как вы это понимаете? Что? Ой, ну не может быть, что это люди, которые хотят уничтожить наш балет. Вы знаете, мне кажется, что происходит. Что те люди, которые пишут законы, когда их дети учатся за границей, гипотетически они свое будущее не связывают с этой страной. Им все равно, как будут учиться остальные дети. Понимаете?